ФИА переписала итоги Гран-при Австрии, восемь пилотов получили новые штрафы. Девятый этап сезона 2023 в Формуле-1 на автодроме в австрийском Шпильберге не завершился после клетчатого флага. Международная автомобильная федерация, ФИА, удовлетворила протест «Астона Мартина» на итоговые результаты, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата, на протяжении всей гонки стюарды проверяли правильность прохождения гонщиками дистанции круга. Особое внимание было приковано к девятому и десятому поворотам, где пилоты часто выезжали за пределы трассы, финишировавший четвертым гонщик, Феррари, Карлос Сайнес и ряд других пилотов получили пятисекундные штрафы еще во время гонки. Однако после финиша, Астон Мартин, подал протест с призывом проверить все возможные нарушения и выписать новые наказания. В конце концов, ФИА предложение конюшни поддержала, после дополнительного просмотра сомнительных эпизодов новые штрафы получили восемь гонщиков. Сайнес и семикратный чемпион мира Льюис Хамилтон, Мерседес, получили по плюс 10 секунд до итоговых результатов. В свою очередь и Стебан Окон из «Альпин», стал настоящим рецидивистом, еще четыре штрафа на 30 секунд в целом, полученные после Гран-при Австрии 2023 штрафы. Карлос Сайнес, Феррари, 10 секунд, Льюис Хамилтон, Мерседес, 10 секунд, Пьер Гасли, Альпин, 10 секунд, Алекс Албон, Уильямс, 10 секунд, Истебан Окон, «Альпин», 5 секунд, Истебан Окон, «Альпин», 10 секунд, Истебан Окон, «Альпин», 5 секунд, Эстебан Оукан, Альпин, 10 секунд, Логан Сарджент, Уильямс, 10 секунд, Ник Деврис, Альфа Таури, 10 секунд, Ник Деврис, Альфа Таури, 5 секунд, Юки Цунода, Альфа Таури, 5 секунд. Как следствие, Сайнас в итоговом зачете пилотов потерял две позиции, а Хамилтон и Гасли, по одной. Выгода приобретателями целой коллекции штрафов стали гонщик, Макларена, Ландо Норрис, поднялся на четвертое место с пятого, и два пилота, Астон Мартина, Фернандо Алонсо, пятые вместо шестого, и Лэнс Строллэль, девятые вместо десятого. К слову, ранее, Феррари, возглавил рейтинг самых дорогих команд Формулы-1, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.